МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы расскажем вам о событиях, происшедших в Древнем мире. Я Владимир Никишин. Тема выпуска «Вавилонское царство времен Амарейской династии». После краха государства Третьей династии Ура в Месопотамии наступил период децентрализации. Пришла в упадок ирригационная система, возникло несколько независимых государств. На юге Двуречья – это были города-государства Иссин, Ларса. На севере – это были государства Осирия или Ашур, а также Мария и Эшнунна. Эти государства постоянно враждовали между собою, междоусобные войны длились десятилетиями, и в ходе этой борьбы происходит возвышение города Вавилон от слова «баб-или», то есть «врата Бога». В Вавилоне воцарилась Амарейская династия. Амареи – это кочевники, которые пришли в Месопотамию Запада и много поспособствовали краху государства Третьей династии Ура. В 1894 году до н.э. в Вавилоне воцаряется Амарейская династия, основанная Сумуабумом. Она продержалась у власти 300 лет, до 1595 года до н.э. За это время на престоле сменилось 11 царей. Шестым и самым знаменитым царем этой династии стал Хамурапи. Его имя переводится как «старший родич-целитель». Он царствовал 42 года с 1792 по 1750 год до н.э. С его именем связано объединение Месопотамии и создание централизованного государства. Царю Хамурапи потребовалось 35 лет в общей сложности для того, чтобы завоевать всю Месопотамию. После этого можно было заняться и внутренней политикой. Хамурапи привел в порядок ирегационную систему. Он восстанавливал старые и строил новые каналы, дамбы, плотины. Был построен, в частности, огромный и довольно значительной протяженности канал, который получил название река Хамурапи. Наконец, Хамурапи провел судебную реформу. Памятником его деятельности являются знаменитые законы Хамурапи. Стела с этими клинописными текстами была найдена в самом начале XX века французской экспедиции при раскопках древней столицы Элама, города Сузы. В Сузы этот столб попал после разгрома Вавилонии в XII веке до н.э., который был учинен эламским царем Шутрукнахунте. Столб или базальтовая стела, черный столб, который находится в настоящее время в Лувре, высотой 2 метра 25 сантиметров, содержат клинописные статьи. Всего в настоящее время в изданиях этих законов насчитывается 282 статьи. Из них 35 статей в свое время погибли. Они были выщерблены по указанию эламского царя Шутрукнахунта, который, вероятно, хотел сделать на этом месте свою победную надпись. Текст законов Хаммурапи представляет собой пример синтетического права, поскольку в одних и тех же статьях имеет место и сам закон, и санкция за его нарушение. Текст делится на введение основной текст законов и заключения. На верху этой черной базальтовой стелы представлен рельеф, на котором изображен Хаммурапи, который стоит в молитвенной позе перед Богом Солнца и Справедливости Шамашем. Шамаш передает Хаммурапи символы власти. Таким образом проводится идея божественного происхождения царской власти. Сам Хаммурапи в тексте своей надписи на этой стелле утверждает, что он царь царей, великий правитель, его слова бесподобны, его дела превосходны. Собственно, держава Хаммурапи оказалась довольно непрочным государственным образованием, и после смерти основателя эта держава начинает трещать по швам. Уже во времена правления преемника Хаммурапи Самсуэлуны возникают сложности. Самсуэлуна в одной из своих надписей сообщает о том, что он победил 26 узурпаторов. Это говорит об отсутствии внутриполитической стабильности. Города на юге начинают захватывать эламиты, вторгаются враги со всех сторон, кочевые племена и так далее. Все труднее становится их отбивать. Кончается этот период тем, что в самом начале 16 века до н.э., а именно примерно в 1595 году, в Вавилонию вторгается хецкий царь Мурсилес I и наносит страшный удар Вавилонскому царству. Этот удар был довершен косийскими племенами, которые ликвидировали династию Хаммурапи. Это было во времена последнего 11 правителя этой династии Самсудитаны. Всего доброго! Смотрите программу «Семь дней истории». Сегодня мы рассказали вам о событиях, происшедших в истории Древнего мира, а завтра вы узнаете о событиях истории Средневековой Европы.